Я уже говорил, что как мы близки и равны в этом. В те боль, страдания, там всегда есть священник, правительный мам, пастор, который приходит туда не ради того, чтобы привлечь человека даже Богу, церковь, не ради презентизма и увлечения своей пасторой, а приходит именно ради человека. Я сам являюсь настоятельным социального храма, в клинике имени Аварина. У нас лежат очень тяжеловольные люди. Я хожу по палатам и общаюсь с людьми лицом к лицу. Не всегда даже приходится говорить о Боге. Просто приходится быть человеком, сохранять свою человечность. И люди становятся мягче, добрее. Потом уже приходят в храм, у нас есть библиотека. Вот это служение, оно очень важное. Оно бывает и незаметным, но оно является самым главным. Вот мы находимся в здании исторического факультета, и хочется вспомнить великого историка Василия Васильевича Ключевского. У него есть прекрасная книга «Добрые люди. Древней Руси». Это сборник о добрых людях, которые в разные исторические эпохи, в разных ситуациях помогали людям. Все по-разному. Богатые там есть в списке, и совсем бедные, но они были очень добрыми. Вот в этом сборнике есть статья преподобным Сергеем Ратонежским о значении Свято-Троицкой Сергеевы Лавры. И вот я скажу, процитирую Василию Васильевичу Ключевского. Он пишет о том, что вокруг Лавры часто собиралось большое количество бедных людей, увечных, немощных, коллег. И они образовывали как бы такую целую дорогу, как бы какой-то туннель из себя. Но вот люди шли к преподобному, проходили через этот туннель страдания людей, подавали мимосты и очищались. Вот Ключевский считает, это он известный историк, очень грамотный человек, что Русь, она всегда нуждалась вот в этом очищающем факторе. Когда человек шел в храм, шел в другое религиозное, для служения, для молитвы, он всегда проходил бедных, подавал милостыню и тем самым очищал свое сердце, становился другим человеком. Поэтому социальное служение для представителей традиционной конфессии, для активных верующих очень важно. Не только для тех, кому мы это делаем, это очень важно, помощь ближнему, но и для самих себя. Именно в виде страдания людей, помогая им, мы как бы отвлекаемся от своего «я», от своего «элла», начинаем видеть, что жизнь, она не ограничена только нами, что жизнь намного широка и глубока, и этим самым открывается, расширяется наше сердце. И удивительно, те люди, которые очень много трудятся в социальном служении, в трудах милосердия, это люди становятся, как святы, с большим широким сердцем, в котором может поместиться все и каждый человек. Вот здесь собрались разные конфессии. Давайте предоставим первое слово представителю Тверской и Кашинской епархии, отдела социального служения, отцу Домоскину Леонову. Добрый день, уважаемые коллеги, участники замечательной конференции работы «Этого круглого стола». Позвольте мне от имени Тверской епархии всех вас еще раз поприветствовать и поблагодарить за ту работу, которую вы сегодня провели уже. И мне, конечно, хотелось бы остановиться на деятельности отдела социального служения Тверской и Кашинской епархии. Ну, ни для кого не секрет, что долгое время церкви, не только русско-православные церкви, но и всем религиозным конфессиям запрещали заниматься социальной работой. И после того, как упал этот запрет, когда этот запрет был снят с деятельности церкви, церкви разрешили заниматься социальной работой. И вот, как только это разрешение было получено, в разных епархиях стали создаваться отделы социальной направленности. В разных епархиях он назывался по-разному. Ну, вот, в качестве примера возьмем сегодня Тверскую и Кашинскую епархию. Отдел нашей епархии был создан в 1994 году. Довольно-таки давно уже он существует, он претерпевал некие реорганизационные изменения, но, собственно, деятельность отдела уже работает очень давно. Нас очень многое объединяет в деятельности социальной, да, и ни для кого из нас не секрет, что в Евангелии Господь Иисус Христос говорит о двух основных заповедях. Первая заповед связана со служением Богу, вторая подобная и полагает служение ближнему. На этих-то двух заповедях утверждается как раз весь закон и пророки, говорит Господь в Евангелии от Матфея. Любовь к ближнему, конечно, о которой говорит Господь, объясняется для нас в притче о милосердном саморенении. Именно памятая вот об этой притче мы стараемся использовать то учение Господа для реализации вот этой цели. Мы знаем, что многие христиане следуют этому примеру в своей жизни и время от времени проявляют деятельность сострадания родным, знакомым или даже случайно встречным людям. А другие организуют профессиональное служение бедным, больным, угнетенным, делают это своей профессией и порой достигают в этом служении большой эффективности. Вот в качестве примера нашей епархии было создано это социальное служение, которое перед собой ставит конкретные задачи и цели. Вот основной целью создания отдела социального служения как раз является возрождение и координация в Тверской епархии благотворительной деятельности социального и милосердного служения тех религиозных организаций, которые находятся в ведении русской православной церкви на территории нашей епархии и, конечно же, входящие в структуру нашей епархии. А также мы взаимодействуем по вопросам осуществления этой деятельности с государственными и муниципальными органами, а также юридическими и физическими лицами. Для того, чтобы взаимодействовать тесно с органами государственной власти и отделом социального служения заключены договоры о сотрудничестве с различными министерствами, министерствами социальной защиты населения, министерствам образования, министерствам на чрезвычайных ситуациях и еще с несколькими профильными министерствами. Конечно же, отдел ставит перед собой определенные задачи. Пожалуйста, если можно следующий слайд. Основными задачами можно сформулировать три основных задачи. Это увеличение православных религиозных религиозных ремних организаций в Тересской Кашинской эпатии благотворительную деятельность, координация этой деятельности и привлечение к этой деятельности граждан и юридических лиц. В этих трех задачах как раз заключена вся деятельность отдела социального служения. На сегодняшний день в нашей епархии насчитывается около 30 объединений, которые совершают свое социальное служение в различных церковных государственных благотворительных учреждениях. К ним можно отнести сестричество, службы добровольных помощников, группу милосердия при приходах. При отделе социального служения также работает служба добровольных помощников, которая своей основной деятельностью считает помощь малобеспеченным и многодетным семьям, людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, инвалидам, одиноким и престарелым. Говоря о социальной деятельности Тверской епархии, можно смело сказать, что на протяжении уже более десятка лет это служение развивается. Нужно сказать, что очень многие люди откликаются на призыв к деятельному милосердному служению. Ведь, как известно, вера без дел мертва есть. И вот дела милосердия как нельзя ярче показывают, насколько мы готовы проявлять дела своей веры. Вот дела милосердия очень ярко раскрывают весь тот потенциал человеческой веры, который только можно раскрыть. Большинство приходов епархии опекают и оказывают посильную гуманитарную помощь бездонным людям. В нашей практике это принято называть работа со случаем. В каждом благочине, в каждом районе нашей области, работают социальные работники. В штат храмов приняты социальные работники, которые осуществляют свое социальное служение. Вот собственно работа со случаем как раз и ложится на плечи тех социальных работников, которые работают на приходах. Очень многие люди обращаются к храму, ведь храм это больница. Это больница. Здесь можно смело сказать без кавычек, что храм это действительно больница. и очень многие обращаются в храм для того, чтобы получить помощь. Кто-то приходит за духовной поддержкой, кто-то за материальной, кто-то просто поговорить и излить свою беду какую-то и он ищет того человека, который готов к беду. Конечно, в отделе социального служения очень много видов деятельности. О них очень можно говорить. Мне хотелось бы остановиться на каждом виде деятельности немножечко подробнее. Вот первоочередной задачей мы видим перед собой очень важный вид деятельности отдела. Это организация работы по защите семьи, материнства и генства. В нашем городе осуществляется предаборное консультирование, которое проводится в двух консультациях женских номер 3 и номер 5. Основной целью, конечно же, консультирования является изменение намерения беременной женщины сделать аборт в сторону вынашивания ребенка. Это очень важно, потому что проблема абортов сегодня является очень актуальной и смертность в результате совершения абортов очень-очень большая. Академия Демократа, Академия Дамаскина. Мы как бы все здесь представляем, какие стоят задачи перед отделом. Наш студент и Гебори носит практический характер. Вы скажите о каком практическом случае вашей практике. Вы знаете, в моей практике как священника очень произошел один случай, который заставил меня задуматься о важности социального служения. Когда я еще не был священником, я был диагоном, и в том храме, в котором я осуществляю свое служение, однажды обратился один человек. Он сказал, что он едет издалека, его обокрали, подсыпали ему что-то спиртной, и он потерял память. Ну, настоятель храма почему-то не поверил ему, и сказал, в общем-то, знаешь, давай-ка, вот ты сначала научись говорить правду, и потом все-таки как-то мы с тобой будем на эту тему беседовать. Но мне захотелось почему-то этого человека выслушать и довести это дело до конца. Мы с ним побеседовали, после чего удалось выяснить, что все-таки какую-то часть он помнит, что у него как раз есть сестра, телефон он вспомнить не смог сразу, но однако мы с ним договорились, что если он телефон вспомнит, я ему дал какое-то небольшое количество денег, он сказал, что местом встречи нашей будет железнодорожный вокзал, там все-таки тепло, есть возможность обогреться, и дал ему небольшое количество денег и отправил в зал ожидания железнодорожного вокзала, а сам пытался созвонить с его сестрой каким-то образом, она долгое время не отвечала и вечером, когда я добрался домой, она все-таки ответила, я ей рассказал, что мы нашли ее брата, она действительно подтвердила, что он потерялся, что они его ищут, и он из Оленинского района, это очень далекий район в нашей области, и она готова приехать за ним и забрать его, такая история со счастливым концом, сестра приехала, забрала ее домой, и, собственно, я почему хотел бы рассказать эту историю, нельзя относиться формально к тем людям, которые приходят даже если они грязно отеты, даже если они пьяны, даже если от них не всегда приятно пахнет, в нашем деле самое главное, чтобы не было формализма, мы не должны забывать, что самое главное в социальном служении это любовь, любовь к ближнему, в каждом человеке мы должны видеть образы ипотозии Божьей, и, собственно, вот это, наверное, самое главное наше служение. Когда люди помогают искренне, они в глазах все это видят, главное, чтобы наше сердце не ожесточилось, очень много случаев, когда обманывают, профессиональные попрошайки, все это мы видим, и наше сердце ожесточается, и мы уже совсем относимся с принадлежением, в прихивное управление очень много людей приходит с разными прознами, очень много. Был случай, когда пришла женщина и рассказывала, что у ней умирает ребенок в соседней больнице в Тверии, мы стали собирать средства, я лично ходил по отделам, собирал деньги, и потом только другой сотрудник, Гальнована Ташкарова, прозвонила больницу, оказалось, что эта женщина-аферистка, и как было нам неприятно, и после этого складывается такое пренебрежение, вот нам надо его изгонять из себя. Верить людям всегда. Пусть даже мы видим, что у человека есть проблема, но все равно раз мы у Бога просим прощения наших грехов на каждой истории, мы должны прощать другим. Наш стол свободный. Выступайте, пожалуйста, говорите ваши предложения, и рассказывайте о вашем опыте социального служения, как вы посещаете или больницы, или заключенных. То есть наше все стола это именно поговорить, не рассказать о целях и задаче, мы все их понимаем, а поделиться нашим опытом, рассказать из нашей жизни. Кто желает, сразу же представляйте. Уважаемые участники, вы, наверное, коллеги, конечно, Ниман бы лучше рассказал, но у нас у мусульман принято и есть хоргисты, где сказано, что каждый брат мусульман имеет право на другого. Что это означает? Это означает, что если ко мне обратился внушающийся, то я не должен оказать в помощи, я просто обязан ему помочь. Так же и он мне. Поэтому нам особенно в последнее время конечно у нас нет такой структурных отделов, как у наших вот и тем не менее у нас работа носит демократичный характер. К примеру, у нас есть касса взаимопомощи, где из трех человек состоит комиссия, которая заведует кассу взаимопомощи. При необходимости нуждающиеся люди приходят мусульман, и мы выясняем обстоятельства нужды и помогаем. Обращаемся при этом к спонсорам, есть определенный фронт, который в этом нам никогда не отказывает. И у имама есть много помощников, которые курируют тюрьмы, а так же военные части. и все проблемы, которые есть, особенно в тюрьмах и у молодых солдат, то по мере возможности мы это решаем все эти проблемы и помогаем. Если брать пример, был в боевой части, но это прошлый год, такой примерчик был. Молодой солдат пришел мечеть, и вот говорит, меня старики замучили, и командиры не помогают, не решают ничего. И вот пришлось обратиться скажем так командирам повыше, его перевели в другую часть, и он до сих пор звонит и благодарит, что вообще скажем, ему бы там жизнь сломали, а так он поверил и имаму шлет благодарность. много в последние 5 лет в связи с этими обстоятельствами миграционными процессами очень большими крупными много обращаются братья-мусульмане Средней Азии и обращаются буквально по всем вопросам, начиная от семейных, устройства на работу, материальной помощи, и то, что мы можем, мы ему помогаем, и чтобы человек устроился и в нашей современной русской китичной среде чувствовать себя комфортно. Ну, кроме этого, у нас есть воскресная школа, где мусульмане приводят своих детей и тоже там много из Средней Азии, которые язык плохо знают, не знают, как местную культуру плохо знают, и в этом отношении мы тоже даем, скажем, преподаем нормы поведения рассказываем, и уже преподаем русский язык. Вот в этот раз у нас летняя школа была, где целый месяц дети мусульман изучали Коран, а во второй половине дня мы приглашали, к примеру, сотрудника ГАИ пригласили, сотрудника БДД, который рассказывал правила дорожного движения. Детям было все интересно, отвечали на вопросы, и сами вопросы задавали и отвечали на вопросы. Кроме этого, мы стараемся угощать всех нуждающихся, у нас проводится благословительный апель раз в месяц, и независимо мусульманин, христианин, какой-то атеист, все проходящие там, которые хотят кушать, мы приглашаем и они нас благодарят за это и остаются довольными. Кроме этого, есть у нас списки ветеранов, списки больных, где есть адреса, которых мы посещаем. Ну, там, например, там, у нас одна больная, подзор неходящий, туда писала, сюда писала, там, нужно коляску ей, ну, что-то ей обещали, там, через месяц, через два, а тут, как раз, спонсор заходит, мы ему даем. Такая проблема, уважаемый брат Ахматов, значит, дал деньги, мы тут же коляску приобрели, тут же привезли, и она очень была довольна, и вот в этом, я думаю, что мы тоже, как служители мечети, служители, мы для мушеннан, ну, делаем полезную деталь. Ну, если на вопросы какие-то интересные, то я могу ответить на вопросы, потому что я рассказывать могу долго, у нас там каждый день приходят люди со всякими проблемами, с очень интересными, такими, что, ну, так скажем, вот, каждую неделю к нам заходит женщина, которая говорит, вот я, мне надо купить очки, она заходит, каждую неделю она уже 25 очков покупает, мы уже знаем там, ну, а, да, очки должны быть каждый раз лучше, мы уже знаем, что она уже появилась, достаем деньги, говорю, знаете, Марья Егоровна, на очки, она берет деньги, ну, я чему рассказываю, что, вроде бы она немного просит, отказать неудобно, и 300 рублей, ну, пусть купит, ну, даже пусть не очки купит, может быть, ей наклевки хватает, пенсионерка, ну, зато, человек, отдоволен, а доволен и потерян. Люди часто стесняются назвать настоящую нужду, начинают придумывать, что вы где-то опоздали, куда-то, бывает, так хочется, чтобы они сказали правду, мы голодные, человек говорит, но когда начинается вот это все, мы все равно, все равно, нужно помогать, все равно. мне кажется, мы все равно должны назидать людей, чтобы каким-то образом сподвинуть их к тому, чтобы они говорили правду, ведь, если мы учим их тому, чтобы с помощью обмана можно что-то легко очень получить, это тоже неправильно. Но они в других условиях, мы-то со своей позиции смотрим, как сытые люди, одеты, они в других условиях живут, и мы так тяжело, а еще вот это все. Я думаю, что им необходимо, наверное, помочь, безусловно, измениться. Если есть возможность накормить человека не только физической пищей, но и духовной, этим надо пользоваться. Я просто начну с поддержки. В общем-то, хотелось бы рассказать о деятельности малых лимонов Валилий. Я, если можно, я его до микрофона, потому что голоса не хватит, вы можете сказать. Но, в лимонах Валилии, я член православного малого братства, которое носит имя Бухгалюрска, и вообще у нас в Твери это наш стрип, Бухгалюрска, Мариинская и Спасская. И мы достаточно давно уже, как братство, живем в нашем городе, объединившись с православным истянием, где-то с 91-го года, как считать, свою историю. но в нашем городе, на нашем городе, я хотелось бы рассказать мне с этой слухой, о нашем опыте, и мы социальной работаем, она выделилась не специально сразу, просто, будем говорить, даже я вместе, общаясь с разными людьми, невозможно не отвлекаться на какие дружки сделать. Мы понимаем, что социальная работа, а именно вот это мы сказали, что мы видим вокруг себя, что мы понимаем, что есть много людей, которые дождаются в своей помощи. Два опыта можно выделить, такие достаточно крупные, может быть, даже по поводу степени, но они выхожены и очень нечестные. Один опыт, я со нашей поездкой в свое время, в 2009 году, мы совершенно не имеем никаких целей ино-социальных, поехали в Иерусский монастырь на Волгаре, посмотреть, что там как-то не было, решили посмотреть близкое, ну и рядом, зная, что это не Кирская и Пахия, а Кирская и Пахия, отрядно совсем есть такое село Кошкино, которое совсем на охране области, надо забраться это сделать не простое, не знаю, в Олеях, может быть, даже на Эпичке фрунта, а с 50-х годов будет, что дальше доехать, почему-то, достаточно. Вот. Там познакомимся с священником, в основном Василия, он, Кошкин, служит в одной, и вот он нам вообще не смог, просто говорили, как, ну что там что-то сделать, и, участвует в этом общении, а он говорит, вообще, у меня здесь рядышком есть тюрьма, тюрьма людей, которые сидят, мужская тюрьма, которые находятся заключенные, больные, тюберкулезы, и специально со всех тюрьмах пересылаются, и разоболевают в других тюрьмах, собирают индустрируют, потому что там есть возможность тюрьмах, и вот он ходит туда регулярно, он участвует, как в Климпусяне вот там работают в служении, общается с ними с каким-либо яркостью, но вообще мне, конечно, тяжеловато лично, может, если что-нибудь привели в этот репорт, что вы можете, и мы в этот репорт, 24-летнего, 25-го года, и мы согласились провести встречу, много думали, что провести, о чем рассказать, привлекали и рассказывали о Матери Магиста Амцова, мы рассказывали о Владыке Серапине Чичеве, и что было удивительно, что на самом деле удивилось, что на самом деле удивилось, когда после встречи подошли выключенные, православные, и говорят, вы знаете, мы не поверим, что приедет, мы же сказали, что приедет, нет, обычно на асистанте хорошо приезжают, представители, вы приезжают, проведут, как-то вот сенсатировать эту историю, православные не приходят, и не священники, не священники, священники приходят, а миряне, как-то вот это, вот это вот не их получается такая ситуация, у нас стало понятно, что вообще нельзя людей оставлять здесь просто вот какой-то простой завод, мы не часто ездим, у нас получается регулярно два раза в год, на Пасху, до Рождества, и скоро мы ездим, вот, и, если получается, вот это обязательнее, пусть там, точнее не будет, можно получается раз-два, еще навестить, это будет разные встречи, в качестве подарки, чисто материальные, чтобы сделать небольшие, не знаю, вайбовый вариант, все очень проверяем, все очень пробуем, но самое главное, то, что это всегда встречи, встречи с людьми, слава богу, просто есть люди, которые подаренные, разными талантами, профессионально отдают, и, естественно, наши вещи связаны, а часто связаны с нашими профессиями, с тематическими, какие-то, у нас есть художники, которые выступали своей картинами, которые с вами либо, читали свои стихи, и ездят братья, потому что с острым, в фразе нам было сказано, что с сестрым не допускаются, потому что это у него, вот, и каждый раз, конечно, это такое событие, в котором можно участвовать, тем, кто едет непосредственно, а сестры, у нас, слава богу, рукодельные готовят, посылают, сейчас это конференция, во всем их неделе, и люди, давайте тоже, вот, про слово об этом. Еще один момент, который, наверное, хотел бы тоже поделиться, мы достаточно давно, гораздо больше, чем у нас связано с седьмой, дружим, настоящему дружим, с людьми, которые находятся в нашей службе предстоярках. Начиналось это все очень просто, мы готовили детские концерты, у нас были дети, врачи, естественно, люди, и дети, иначе, иначе, надо тоже приучать к тому, чтобы они участвовали в делах на свердце, в творительности, готовили просто концерт, также на праздники, но потом стало понятно, чтобы эти дневничные люди, которые волей, там, и выжить, не оказались в делах предстоярках, часто не родословили, не только с вами, потому что так сложилась жизнь, и замечательные люди, которые замечательные, профессиональные, профессиональные успешные, и так получилось, что муж погибает, дети погибают, только одна женщина, занимая высокий пост, когда-то, в городе оказалась здесь, и она живет в делах предстоярках, потому что ничего другого себе позволить не может, и жить воспоминаниями, это очень тяжело, мне показалось, значит, надо помогать людям создавать вот эту вот жизнь новую, из листа, которая, не из листа, конечно, но, тем не менее, в жизни у тех условий, которые есть, и мы с тобой будем общаться, естественно, помогать, что можем, какие-то поколки совершать, что-то там, помочь в больнице, что-то, простите, что-то помочь в работе, но самое главное, общаться с людьми. Уже сложившиеся какие-то такие связи у нас есть, многие люди и сестры, и братья, которые ходят, персонально там общаются, такая личная дружба завязанная, есть просто то, что называется, приходят люди, которые только там, и молодые, и живут, и жатт, и в этом классе. Чтобы поговорить, иногда это гораздо ценнее с человеком в его возрасте, чем просто привезти, и уходят туда. Хотел бы, даже, что-то из него. Спасибо. Потому что всегда, когда человек встречается с другим человеком, верующим, это не только встреча между людьми, но встреча человека и Бога. У меня зовут Владимир, я тоже, я тоже, я, здравствуй, Братства Куринского и Влаславного Братства Терскова. Просто вот о том, о чем говорил мой дар Валерий, я недавно, здравствуй, всего 5 лет. И первый раз, когда я попал в эту тюрьму, вот это было состояние очень такое, все-таки необычное, да, люди, совершившие тяжкие преступления, еще и наказанные болезнью. И вот, когда произошла вот эта первая встреча, в процессе вот этой встречи, в процессе разговора, а темы мы такую задали очень интересную, мы ездили как раз связанную с Днем Победы в Великой Отечественной войне, и мы задали такую цель победы, да, и возможность победы в войне, как можно победить в себе что-то плохое. Ну, в общем, так перепинули такой мостик, и когда люди начали говорить о своей жизни, стали рассказывать, вот это было совершенно ясно, что нет той площадки, на которой эти люди могли бы поделиться и, может быть, исповедовать. То есть, это такая была, если так назвать, почти светская исповедь, да, потому что люди рассказывали то, о чем они никогда никому не рассказывали, они в тюрьме не могут вообще об этом говорить, и вообще, когда они сказали, что вот эти три часа, которые мы были вместе, каждый из них сказал, что мы почувствовали себя людьми, а мы в результате этой встречи видели вот этот образ Божий, что он в каждом человеке есть, и вот этот образ Божий, он очень стал окрас, удивительным образом, эти преступники, с серьезными лицами, с наколками, все, через какое-то время, все это ушло, внешне, оказалось, внутри очень хрупкие, очень болезненные, очень раскаивающиеся люди, но они не могут нигде это раскаиваться, потому что на зоне это не принято, нельзя расслабиться, нельзя сказать, что я, да, что-то не так, он должен жить по каким-то понятиям, и вдруг вот это пространство, которое образовалось у нас, оно было совершенно удивительно, и когда мы приезжали уже в следующие разы, вот эти встречи, это не просто так, они ждали эти встречи, они готовились к ним, и это совершенно паразитно, это и для них, и для нас, как для людей, познающих Христа, тоже было некое откровение, то есть через них мы могли тоже и сами духовно возрастать, вот от этой встречи, как ни странно, в таком гибром месте, как тюрьма, вот это вот такой мой личный опыт, который я бы рекомендовал бы всем, наверное, потому что наша предвзятость некая, да, о людях, она ломается после того, как подойти с любовью и подойти с Богом, и заговорить об этом, как это выясняется, что, оказывается, вообще у нас очень мало места, где можно говорить о Боге, с людьми, потому что всегда люди говорят, что это, ну, в церковь, но ведь в церковь очень многие не идут, вот это проблема большая, и тот, кто пришел в церковь, это он уже пришел со своей бедой, с какой-то, а почему обязательно нужно, чтобы вот эта беда случилась, а ведь в каждом человеке есть потребность говорить о Боге, но где об этом говорить, и вот эта вот наша задача, вот эта очень, я считаю, важная встреча, может быть, будут какие-то контакты, может быть, совместные какие-то, потом где-то во что-то выберутся, потому что это очень важно показать, что все конфессии, если мы говорим истинно, говорим о Боге, то мы все очень близки, нам нечего совершенно делить, и это очень грустно, грустно, когда делят сначала по конфессии, и по национальности, и вот эти проблемы, они всегда разъединяют людей, а разговор о Боге, вот такой прямой и открытый, он всегда объединяет людей, это очень важно, вот я хотел это поделить своим причином. Можно сказать, что здесь есть удивлен, почему вы задеваете консультации на женщин, на жителей с рождаем, чтобы не сдали работу, а значит, завратить работу, это спасибо, Я не понимаю, если запресчено в России супруговство, если запресчено в России супруговство между мужчинами, то это будет не дискуссия. Подник их услуги. Не будет, то проблема будет раз без дискуссии, конечно. Если не можно, то от нашей архиепатии, нашей областки, это мой первый пункт, самый главный. Я в Варинице работал в 6 лет в Польше, в Варинице на хирурги, на неврологии. Мне когда запресчено в домах 30 месяцев, я им говорил так. Можем сауповать на господаль лечить, чтобы не было никаких нелегальных метод помошских, которые не дали помошки. Можем сауповать на господаль лечить. Теперь так. Можем сауповать на господаль лечить с помошкой. Просить помошки, например, господаль назад зимой, а чем помещить, а в одного человека, где, в таком доме помошки, в Твердень. Никто не хочет его преминить. Премиарка, абсолютно. Не знаю почему. У меня был месяц. Мы пытались ушать, спать. Никто не пья, не знаю почему. Но мы помагали в нашем выходе 5 семей побольше денег. Православский не в нашей торже о власти. Торже не в нашу власти. Так случилось. Теперь так. В нашем выходе, в нашем выходе, имеют стрежь групп анонимов на тематах анонимовых алкоголиков. Я даю место. Там тепло. Грают. Можем саупать. Можем такие стрежки. Что это по той линии деятельности. Нашу милосердие, о которых здесь я говорил, есть полуков нижшим, неравным нам. Который, кто стоит в вашей бедности. И кроме этих разных трудностей нельзя нам забывать. Все, что вы сделали одном из меньших, сделаем не. Спасибо. Отец Мара уже сказал, что он был социальным священником. Он современный педагог. Преподавал в школе. У него очень много статей очень интересных. Он полупродникам он мне показывал. И когда он вышел на пенсию, то, вы знаете, в хатерском чуде Россия называется Божьим делом. И вот отец Мара попросил служить людям и нациям в России. Вы знаете, не каждый согласится покинуть страну, где очень много католиков, приехать вот так. Это тяжело финансово, тяжело физически. Лишь господь и в сердце такое должно быть. Одно предложение. Для всех одно предложение. Из-за успеха мы начали в Уцки. Пробъем его не может стать имя. У нас жива, если помнила, и 95 лет. И все еще не порожено. Я сейчас смотрю на себя в России. Это задание. Это задание. Это задание. Это задание. Это задание. Меня зовут Юлия Туниев. Я представитель общественной палаты. Проследок председателя конъемного национального отношения. Мой начальник, к сожалению, Дмитриевич Сергеевич Акландарий, я заместитель. Я занимаюсь моим соединенным отношением уже 20 лет. И для меня сегодня, наверное, мне счастливее на это все является человека, чем я. Потому что все эти годы все председатели общественно-национальных объединений говорили одно и то же. Что мало того, что мы слушаем друг друга, что ученцы, армяне, евреи, азербайджанцы мы хотим послушать наших духовных лидеров. И вот сегодня я вижу этих трех людей, которых мы ждали 20 лет как минимум. Мы представители иудейской церкви, моего лучшего друга Фарида и Пан Марика. Я хочу сказать, что сглозь. Огромное спасибо Владыке Виктору, что благословили эту конференцию. Общественная палата, в свою очередь, что-то будет сделать. Конечно, у нас есть наработки по этому поводу. И я думаю, что самое главное, что наконец-то мы заговорили об этом. Заговорили о вере. И о вере не о каждой нации. Миллионы людей погибли со словами за веру царя и отечества. То есть вера выше царя и отечества. Вот мы это забываем, и может быть все наши беды идут от этого. Это неважно, какое мы, так сказать, какое распоминание. И кто мы, и что. Я сам армянин, христианин, как вы знаете. И вы понимаете, что я занимаюсь этим делом уже постоянно. И сейчас в общественной палате занимаюсь и прекрасно понимаю каждого. председателя от начала Евгения. Они все меня прекрасно знают. И вопрос о том, что нам сейчас пора уже прийти к этим людям, прийти к их храмы. Им есть что нам сказать. Я с удовольствием бываю в синагоге. Последний раз был в синагоге замечательный журналист наш Миша Фринерман. Прекраснейшая книжка. Кто ее читал, не знают, вряд ли. По тверских евреях и не только. Эта книжка, я не знаю, гениально написанная. Она срез нашего общества Тверского. И когда ты читаешь об этом, ты понимаешь, что это на самом деле это от невежества идет. От того, что мы просто не знаем никого друг друга. Извините, помощник имама Фарид Батыргарей, как он себя пишет. Это шикарный, замечательный поэт. Замечательный писатель. Его книжка, извините меня, я не знаю, я очень много читал мусульманской литературы. Нет, ты не скромничай, я на самом деле говорю. Очень мало людей писать, которые могут так с самоиронией писать стихи. Возьмите обязательно, почитайте его, всегда его зворник. Это очень интересно. Я имел счастье быть на открытии католического храма. Это было очень давно и серьезно. И сейчас, конечно, там замечательные концерты проходят. Кто из нас был там? Нет, конечно, в Домском соборе мы были. В соборе Борисия Багобатия мы тоже были. Но у нас же вот тут рядом, на Советской, находится замечательный костер, куда можно прийти и с удовольствием послушать музыку. Послушать интересную музыку, которая для всего мира. И в заключение, простите меня, я скажу бредовую мысль. Когда на открытии, это было не комисс, он говорит, 20 лет назад и... На открытии... Да, и сам храм построен так, что там есть место для органов. И тогда говорили, что давайте вот орган поставим туда-сюда, и приезжаем в католической церкви. И сегодня, конечно, вот мое предложение. Я извиняюсь, я не могу без этого предложения. Вот может быть то, что мы на самом деле занимаемся материальной помощью, помогаем и теми, и убеременем, и таким, и... Вот может быть мы сделаем так, что внесем свой духовный вклад. Мы все граждане Хвири. Может поставим этот орган, соберем, начнем собирать средства на покупку и установку органа. Это ни одного дня дело. Пан Марек смеется, он знает, что там сейчас уже пошли трещины в церкви. Но дело в том, что это вот шаг, который мы можем объявить. Я не знаю, к кому я обращаюсь. Я обращаюсь к гражданам Двери. Что давайте вот и мусульмане, и христиане, и иудеи соберем этот интернациональный инструмент орган. У нас будет свой городской инструмент. Остроим гражданами Двери. Независимо от национальности. Может быть это будет первый такой камень, вот что самое единение религиозных наших лидеров и наших религией объединения. Спасибо. Можно? Я, конечно, как шаг карты, член общественной палаты. Зависимо Фалери, я продолжу как бы эту общественную палату. Мне бы хотелось сказать об общественном движении, которое, я сейчас это для себя понял, что оно, несмотря ни на вероисповедание, ни на конфессию, оно несет в себе, вот знаете, такое объединяющее начало. Это поисковые движения Турской области. Ну и вообще Россия. Для них все павшие на полях стражей не равны. И они никогда, вот я сейчас для себя, буквально завтра будут переставлены в Калининском районе, будут сто четыре, останки сто четырех советских, тогда советских, да, наши сиян, павших при защите города Калинин в те годы, перезахоронили. И там никто, вот они не придают значение тому, чьи останки они поднимают, какой-то национальности человек, да, какой конфессии он принадлежал. Если выясняется, то на перезахоронениях присутствуют либо православные священники, либо католические, либо имамы присутствуют, да. То есть вот... То есть есть направление деятельности, которое объединяет и вот как-то сразу отбрасывает вот это. То, что вот наши, когда мы в обществе обычно иногда, мы как-то делим себя, мы начинаем, какие-то конфликты начинают возникать, то здесь, и причем в отрядах поисковых тоже на удивление, да, люди разных национальностей, и там не происходит вот этого деления. То есть в обществе есть такие, знаете, очаги, я сказал бы, здоровые очаги вот общения, там, не знаю, взаимодействия и жизни. Почему нам не удается, или вернее, почему возникают вот какие-то, знаете, такие язвы в обществе, да, которые этих же, можно так сказать, этих же граждан начинают в чем-то делить, они начинают конфликтовать. Вот это для меня, наверное, непонятно, и я думаю, что вот подобные конференции, я очень признателен организаторам, да, в первую очередь, конечно, отцу Вячеславу за вот то, что он сделал, да, не только он, конечно же, все, кто ему помогал, но вот подобные наши встречи, они должны каким-то образом, и сегодня об этом говорилось, да, транслировать вот этот вот положительный опыт, и что самое главное, ну, я не знаю, может быть, неправильно будет сказано, но каким-то, наверное, знаете, таким насильственным образом, в кавычках насильственным, да, ну, как-то вот их не просто транслировать, но, опять же, в кавычках, ну, насаждать как-то, доносить, потому что вот этот негатив, негатив, да, он же насаждается любыми способами, и через силу в прямом, и через различные, там, чуть ли не официальные структуры, а мы со своей стороны иногда вот пасуем перед этим, да, правильно, там стесняемся, стесняемся ввести вот эти вот положительные зерна, очаги вот этих общества, я думаю, что вот здесь нужно каким-то образом обменяться и убирать вот это стеснение. Спасибо. Можно я? И пока я не мешаю вам, где спарят? Я, во-первых, придашу глубочайшее извинение, что вот телефон так звонит, сейчас объясню. Я вообще являюсь тоже членом Богануфского братства, я православная христианка, но, в принципе, моя социальная служение, оно пока личное, потому что оно началось очень давно, 20 лет назад я работала в социальной защите, и в прошлом году ко мне, как к профессионалу, обратился организацией валидов-колясочников, они меня попросили помочь, вот улыбается вам с нижнего левого снимка мой сережка Синицын, а вот с верхнего, правого, с такой толстой смотрит Ромочка Егоров, он очень тяжело больной мальчик. И, вы знаете, то есть вот моё вот это служение социальное, оно просто, я сейчас пенсионерка, и, как говорят в Европе, я волонтёр серебряного возраста. И сейчас расскажу о проблемах, которые есть, я просто объясняю, почему пока это всё-таки ещё не воцерковлено. Дождём.